Всем привет, это Алекс и мой скептик Блог. Сегодня хотел бы заострить внимание на выступление мистера Трудо перед парламентом Канады и его разговором с президентом Украины Зеленским. Ну что, мистер Трудо сразу сообщил, что он считает, что его друг, во-первых, мистер Зеленский, это большой демократ, и он считает его, что он герой, вообще герой мира, демократический герой мира, который сейчас буквально один борется с какой-то силой. Ну так оно и все, он действительно борется с силой. Вот, мистер Трудо, конечно, он уже лукавит, говорит об этом, о своем друге, как о демократическом каком-то президенте. Наверное, мистер Трудо не помнит, что Зеленский, когда пришел к власти, он говорил, что главной его задачей является остановка войны на тот момент. Наверное, мистер Трудо забыл об этом. Он, наверное, забыл, что мистер Зеленский говорил, что он встанет на коленях перед матерями погибших солдат и попросит прощения, чтобы закончить быстрее волы войну. Прошло три года, и что сделал мистер Зеленский? Что сделал мистер Зеленский, чтобы закончить войну? Что он сделал? Он закончил войну? Нет. Он ее, он развязал еще страшнее войну, то, что было. Наверное, мистер Трудо не знает, что в восемь прошедших лет на Украине шла война между украинцами и украинцами, русскими и русскими, людьми, которые жили на Донбассе и Луганске, и между людьми, которые жили на остальной части Украины. Наверное, мистер Трудо об этом не знает. Он все прекрасно знает. Он знает, что была гражданская война на Украине, и что люди воевали между собой. И украинские силы бомбили эти города, Донецк и Луганск. И кучу народа унесло. И что вы теперь стоите все хлопаете? Кому вы хлопаете? Вы хлопаете Зеленскому, который не только не закончил это, а можно сказать, сам и развязал эту войну? А что вы, мистер Трудо, что вы делали для этого? Вы говорили с вашим другом Зеленским о том, чтобы он подписал минские договоренности? Или вы умалчивали об этом? Вы же знали, что была договоренность, что мистер Зеленский сам хотел этого, при том, когда он хотел стать президентом, он это все говорил людям, и люди за него голосовали только из-за этого. А что вы делали? Вы ему говорили? Вы его подталкивали на то, чтобы он подписал эти договоренности, чтобы эти территории были в составе Украины? Что они требовали? Они много чего требовали? Они требовали русского языка? Они требовали какой-то автономности? Что больше они требовали? Ну, вы даже это не могли сделать? Вы не могли поговорить с вашим демократическим другом? И что? Вместо того, чтобы вы подталкивали его на подписание этих договоренностей, вы прошедшие годы тренировали украинских солдат. Для чего вы это делали? Для чего весь блок американский, НАТО, и вы в том числе, послали своих солдат на Украину, чтобы они тренировали украинских солдат? Это для чего? Вы же демократический, вы же любите мир, миролюбивый. Зачем надо было посылать солдат на Украину, чтобы тренировать украинские батальоны? Зачем на протяжении восьми лет вы тренировали? Зачем на протяжении трех последних лет вы вливали туда кучу денег из вооружения? Для чего? Что вы хотели этим показать? Чтобы сейчас похлопать Зеленскому? А зачем до этого вы посылали вооружение туда? Зачем вы это делали? Вместо того, чтобы подтолкнуть Зеленского переговором, чтобы он закончил эту войну, вы наоборот натаскивали его на войну. И вы же об этом знаете. А сейчас вы стоите перед народом, перед Канадским. И вырвете то, что ваш друг сражается с Путием. С таким злом, которое пришло на территорию Украины. Да это зло пыталось остановить вас. Это зло пыталось сказать вам, что давайте договоримся. И что вы? Да вы плевали в ту сторону. Вам не надо было договариваться. У вас же демократический лидер Зеленский. Вы поэтому стоите и хлопаете ему всем миром. Кому вы хлопаете? Вы головой вообще думаете, что вы делаете? Вы хлопаете этому человеку, который развязал, считайте, Третью мировую войну? Который хочет ее развязать? Который требует, чтобы НАТО вступилось и встало на защиту Украины? Чтобы НАТО вбило свои войска в Украину? Он требует Третьей мировой войны. Он же такой миролюбивый. Он же этого требует. А вы, мистер Зеленский, вы, наверное, знаете, что вы пришли к своему народу три года назад. Вы просили прощения за предыдущих правителей. Вы говорили, что вы все исправите, что вы все измените, что вы остановите войну. И что вы сделали? И последующие годы, и так как предыдущие из Препорашенко, вы продолжали врать своим же людям. Все это время вы накачивали своих людей, которые живут на вашей части Украины, вне к ненависти, к России. Вместо того, чтобы было признать, что эти два народа друг друга всегда жили вместе, и нету большой разницы. Нет, надо было постоянно рассказывать о том, что это Орда, которая там живет, на Востоке, а мы европейцы. И что они постоянно хотят нас захватить, постоянно нас поработить. Зачем вы внушали это все людям? Посмотрите на ваши хреньги на сегодняшний день. Они же злые. Они злые люди. Злые люди, потому что они считают, что Россия – это зло. Да сами русские, которые жили на Украине, считают, что Россия – это зло. Это же, что вы сделали с этими людьми? Люди же не аналитики. Людей-аналитиков не так много. Это может быть всего 5%, которые аналитически думают о полученной информации. Все остальные только эту информацию получают и съедают ее. И это все было хорошо, если бы информация была правильной, правдивой информацией. Человек получил ее, если этой правдивой информацией идет полной. Но вы же врали. Вы же врали вашим людям о неправдивой информации. И вы накачивали ваших людей той информацией, которая вам нужна была. И что вы сделали? Теперь, в прошедшем этих лет, даже русские люди ненавидят Россию. Они считают, что Россия виновата во всех смертных грехах. А те люди, которые не подались этому, с аналитическим умом, они стали враги Украины. Что вы сделали? Вы сами этого хотели? Или вас западные страны на это подталкивали? Вас, наверное, подталкивали западные страны. Потому что им не нравится роль России в этом мире. Так же, как им не нравится роль Китая. Давайте уберем эти все страны, как Россию, Китай, Иран. И тогда жизнь на Земле станет просто удивительно мирной. Что эти страны делали для вас? Они вас подталкивали на это. А вы, как дурачок, велись. И кроме этого спровоцировали своих же людей. Да, сейчас идет война, мистер Зеленский. Вы, мистер Зеленский, решили поиграть в войнушку. Вы же знали, что с вашим враньем и с западными странами, которые этому были очень рады. Да, началась война. Началась война. не то, что была раньше на Донбассе. То, что вы издевались на то, что там было и своих людей надрачивали на том, что это на Донбассе в Донецке сидят российские войска, поэтому вы с ними воюете. Вы же прекрасно знали, что там такие же сидят люди, которые там живут, донечане. и вы с ними воевали. А рассказывали люди совсем другую историю. Правильно. Сейчас все обозлены против России. Россия – это враг народа, который хочет завоевать весь мир. И чем вам ваши западные союзники в лице мистера Трудо помогли. Да, продолжают посылать вам деньги, продолжают посылать вам оружие. Посылать вам оружие. Вы не хотите остановить эту войну? Для вас это, наверное, не интересно на сегодняшний день. вы бы могли выполнить требования России и остановить эту войну? Ну, хотите ли вы? Понятно, что западные страны этого не хотят. Для них главное, чтобы Россия ослабла. Ослабит Россию. Для западных стран это одно удовольствие. Война с Россией не ихними руками. Они же сидят на другом континенте и просто потирают руки, подписывая бумажки, как больше послать на Украину оружие и денег. И давайте будем помогать этим украинцам. Они же борются за наше спасение. И пусть они борются. Да и пусть они все сдохнут там за наше спасение. Поверьте мне, им насрать на вас. И насрать на тех людей, которые живут на Украине. Хотели ли вы остановить войну, мистер Зеленский? Да не хотели. Вы хотели ее, наверное, продолжить. И вы ее продолжаете. Вы войдете в историю, как не тот человек, который закончил войну, но который начал. Начал против своего же народа, который сейчас воюет против такого же народа, который находится на другой стране. Сейчас один народ воюет с другим, а западные страны на это смотрят и наслаждаются, и хлопают в ладоши. Какая радость, что не мой воюет.